МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правительство выделило из резервного фонда 6 миллиардов рублей на обновление парка спецтехники МЧС. Решение было принято в рамках выполнения поручений президента. Сотрудники ФСБ в Крыму и Татарстане пресекли деятельность граждан, причастных к финансированию запрещенной в России организации «Исламское государство». Возбуждено уголовное дело. Отечественные вакцины спутник ВИЭП Ваккорона признаны эффективными против британского штамма коронавируса. К таким выводам в ходе проведенного исследования пришли специалисты Центра Вектор. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию. Он добавил, что вопрос дальнейшего сотрудничества зависит от позиции Москвы. На чешско-германской границе образовались многокилометровые пробки. Накануне Германия объявила об ужесточении правил въезда из Австрии и Чехии. КПРФ выступает с конкретными предложениями по переходу к принципиально новой финансовой экономической политике. Об этом говорили на парламентских слушаниях, посвященных законодательному обеспечению формирования бюджета развития России на ближайшие три года. Участники встречи подчеркнули, что для этого есть все необходимое – и ресурсы, и кадры, и программная стратегия. У нас разработана целая обойма законов, которая позволит, не прилагая сверхусилий, изменить вектор развития. Мы пять раз вносили разные варианты закона национализации углеводородной и базовых отраслей промышленности. Выступающие напомнили, что сегодня правительство безуспешно пытается воплотить в жизнь национальные проекты. Основная причина неудач – отсутствие единого стратегического планирования. Для возрождения системы госплана у страны есть практически все возможности. Первое – это правовые инфраструктуры в лице закона о стратегическом планировании, о котором говорили сейчас предыдущие ораторы и коллеги. Второе – есть организационная структура в виде Минэкономразвития. Министерство «Монстр» – 2400 человек работающих. Не нужно создавать новое, нужно на его базе перепрофилировать. Третье – это экспертиза КПРФ. Ведь мы знаем, как работал плановый комитет и помним, чего он добился. А раз все готово, пора запускать процесс восстановления и браться с восстановлением нашей экономической мощи. Среди других мер, предложенных коммунистами, и госмонополия на производство алкоголя, и прогрессивная шкала подоходного налога. Кроме того, есть средства Фонда национального благосостояния, которые не работают на экономику. В то же время растет вывоз капитала из страны. По всем этим пунктам бюджет мог бы дополнительно ежегодно получать 20 триллионов рублей. Можно ли что-то сделать для того, чтобы эти деньги не утекали из страны? Ну, можно. Давайте предложение, вот КПРФ от нас. Давайте денонсируем все договора об избежании двойного налогообложения. Все. И тогда будут платить в нашу страну. Давайте отменим все законы, разрешающие регистрировать предприятия за рубежом. И третье. Пусть предприятия платят налоги по месту своего расположения в Российской Федерации. Для наполнения госбюджета участники встречи предложили еще один инструмент. Это вывод значительного сектора экономики из тени. Теневая экономика гуляет и до 20% это гуляние сегодня есть от ВВП. Это снова огромные деньги, которые недоплачиваются в бюджет, которые работают в серых конвертах и так далее. Это еще мы посчитали, исходя из наших законов и наших сегодня налоговых составляющих по дивидендам, по прибыли. Мы могли бы здесь минимум иметь 9 триллионов рублей. В России можно зарабатывать, успешно сочетая современное предпринимательство с научными достижениями и с интересами трудового коллектива. Это доказывает пример народных предприятий. Доход работников совхоза, не беря 10 самых топ-менеджеров, так называемых руководителей, составил больше 100 тысяч рублей. Если бы государство наше поставило такую же задачу перед собой, как мы поставили в наших народных предприятиях, то я думаю, жизнь в России была бы гораздо легче. Подводя итоги встречи, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что экономическая программа партии получила осмысление в рамках прошедших слушаний. С этой программой коммунисты и их союзники пойдут на осенние думские выборы. Придти к людям и сказать, у вас есть в данном случае два выбора, никаких больше. Будут вам ази и пудрить чем угодно. Но у вас два выбора. Или продолжение того, что реально существует, что неизбежно привезет к обвалу. Неизбежно. Или есть возможность мирно, демократично исправить ситуацию в ходе предстоящих выборов, для того, чтобы повернуть страну в нужные русла. Левый поворот неизбежен. Левый поворот неизбежен.